Музыка Оборотни в погонах. Следователя наркоконтроля ждет 12 лет тюрьмы. Его обвиняют в получении крупной взятки. Скоро бывший сотрудник правоохранительных органов предстанет перед судом. В августе прошлого года капитан наркоконтроля потребовал у подозреваемой в сбытии опасного зелья 4000 евро. Взамен пообещал смягчить наказание. После получения первой части взятки 34-летний следователь был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. После задержания сотрудника управления наркоконтроля в отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту Г. Части 4 ст. 290 Уголовного кодекса РФ. То есть по статье получение взятки в крупном размере за незаконные действия. За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом либо без такового. Все материалы уголовного дела прокурор области уже рассмотрел. Сейчас они направлены в суд. Он и вынесет окончательный приговор оборотню в погонах. В Калининградской области горят иномарки. Только за одну ночь огнем охватило два автомобиля. Причины возгорания пока выясняются. Водители подсчитывают сумму ущерба, а следствие ищет виновных. Первой жертвой огня стал микроавтобус «Фольксваген». Он загорелся в районе трех часов ночи в поселке Тамбовское Багратионовского района. Прибыв на место, сотрудники МЧС быстро справились с огнем. В любую минуту он мог перекинуться на стоящие рядом автомобили. Сам микроавтобус серьезно пострадал. В машине сгорели моторный отсек, панель приборов, частично салон и передние колеса. Следующее возгорание произошло чуть позже, в начале пятого утра. Загорелся BMW 740 на улице Беговая в Калининграде. Пожарные за несколько минут потушили огонь. Как и в первом случае, он повредил моторный отсек, панель приборов и багажник автомобиля. Причины пожаров сейчас устанавливаются. Пятерых калининградцев осудили за распространение наркотиков. Только с конца ноября они успели распространить по городу почти 10 килограммов героина. Сейчас им грозит срок от трех лет лишения свободы. На скамье подсудимых в здании Ленинградского районного суда только один заключенный. Именно он и являлся организатором преступной группировки. С конца октября наркодилеры распространили по городу около 10 килограммов героина. Во время последней сделки их и задержали сотрудники наркоконтроля. Теперь злоумышленникам грозит срок от трех лет лишения свободы. Рыбаки снова в опасности. Хотя с 8 числа выход на лед калининградских водоемов категорически запрещен. Но в районе Курского залива и в поселке Прибрежный любители ловли опять вышли на лед. Утром в среду льдина с семью рыбаками оторвалась от берега в районе поселка Рыбачий. Сильный ураганный ветер унес людей в сторону Курского залива. Две поисково-спасательные группы в течение часа искали рыбаков. Нашли в районе Полеска и доставили на берег. Сотрудники МЧС официально запретили выходить на лед. Однако уже на следующий день около поселка Прибрежный на Курском заливе рыболовы снова решили испытать судьбу. В этот раз никто не пострадал. Но управление МЧС снова напоминает. Выходить на талый лед чревато серьезными последствиями. В Москве задержали калининградского криминального авторитета. Он вымогал крупную сумму у столичного предпринимателя. Нашего земляка поймали с поличным в одном из московских ресторанов. За один миллион рублей тот пообещал обеспечить безопасность семье предпринимателя от всех проблем с криминальным миром. Теперь у самого авторитета возникли проблемы. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье вымогательства в особо крупном размере. В Калининграде сейчас находится под стражей. Золотая цепочка и браслет пропали у жительницы Калининграда. Неизвестный злоумышленник проник в ее комнату и похитил ювелирное изделие. К удивлению следствия, вором оказался 27-летний брат потерпевшей. На него возбуждено уголовное дело по статье кража. А вот у жительницы Нестерова пропал весь маринад. Неизвестный тайно проник в подвал ее дома и похитил консервации. Сотрудниками уголовного розыска был задержан 45-летний мужчина без определенного места жительства. Часть похищенного имущества изъяли, а на бездомного завели уголовное дело. Подросток украл бутылку виски. В УФД по Калининграду поступило сообщение, что из магазина на улице Держинского неизвестный похитил бутылку элитного спиртного напитка. Участковыми был задержан 14-летний житель улицы Суворова. Похищенный алкоголь изъяли, а на подростка завели уголовное дело. На улице Челнокова в Калининграде угнали иномарку. Автомобиль «Опель Кадет» был припаркован во дворе дома. Злоумышленники проникли в салон и угнали транспортное средство. Его сдержали в поселке Лесное, сотрудники ГИБДД Правдинска. За рулем угнанного автомобиля оказался 19-летний житель поселка Озерки. Машину изъяли, а на молодого человека завели уголовное дело.